В ходу тех документов, которые следствием представлены, вот честно говоря, задумался, а что эти протоколы подтверждают, кроме того, что на их основании возбуждено уголовное дело. Никак они не подтверждают, что я там как-то могу скрыться, воспрепятствовать, ничего в них такого нет. И хочу обратить внимание, что написаны они все под копирку, там одни и те же фразы, одни и те же слова. Вот если сравнить протокол, например, Титова и Черны, они такими словами никогда не говорили, что можно легко, кстати, установить, исследовав стенограммы, например, заседания сессии законодательного собрания. Поэтому чистой воды просто подтасовка каких-то фактов от вот этого сочинения, на основании которого возбуждено и расследуется уголовное дело. При этом следователь ведь лукавит, потому что уже прошли очные ставки, по моему, кстати, ходатайству, и с Юсубовым, и с Титовым, там они уже немножко по-другому все события излагают. Почему эти протоколы не представлены? Ну, видимо, для того, чтобы сюда сложилось какое-то ложное впечатление о моей виновности, причастности. Идут ссылки на того же Толоконского, да, экс-губернатора Красноярского края. Почему-то его показания, а он тоже допрошен, мы знаем уже из представленных документов, тоже они представлены. Я думаю, он все сказал, что я в жизни ни разу в его кабинете не был, и про Крайдео с ним никогда не разговаривал, и вообще не разговаривал, потому что не лучшие у меня были с ним отношения, как вот адвокат уже пояснил. Потому что на выборах я победил подругу его жены. Поэтому он меня, откровенно говоря, недолюбливал, и со мной не общался, так же, как и председатель правительства, про которого, когда его уволили, я уже сказал, ну, слава богу, поехал человек в другой регион, нам без него будет только лучше. Но вот это все следователь, имея в своем распоряжении, не представляет, ну, и как я уже сказал, по большому счету, это никак не характеризует мое поведение и наличие у меня каких-то намерений куда-то скрыться, воспрепятствовать. Наоборот, я всячески способствую, дважды ходатайствовал о проведении тестирования на детекции лжи и себе, и свидетелю Титову, но ничего этого не произошло. Ну, и опять же, хочу еще раз подчеркнуть, что СИЗО-1 города Красноярска, это вредное отчуждение, откуда люди выходят физически и духовно больными, никого туда не надо отправлять. Там ночью не дают спать, днем не дают бодрствовать из-за того, что решили местные меломаны в 6.30 утра включать на полную громкость музыку и где-то до 21 ее транслировать. Поэтому люди приходят к вам неподготовленные к процессам, процессы срываются из-за того, что все постоянно болеют, потому что нет качественной своевременной медицинской помощи. Кормят какую-то дрянью, я вот как кулинар-любитель удивляюсь, как с нормальных продуктов можно приготовить вот это месиво, которое через 2 часа тарелку переворачиваешь, и оно туда намертво прилипает. Вот эта смесь жира, переваренных макарон и дурно пахнущей вообще капусты, которые никто там старается при первой возможности не есть. Все вот эти абсурдные правила, где форточки открывают специальными крюками, через месяц всех перебрасывают из камеры в камеры. Ну я, видимо, на каком-то особом положении, а люди вот, полтора года если человек сидит, он 18 камер поменяет, а есть те, кто там и сидит по 4 года. Поэтому среднестатистическое одеяло за год у него период по постановлению главного санврача Гуфсина, раз в год надо прожарку делать, вот 12 владельцев он поменяет за этот год. Никто ничего не успевает, не записывает, журнал жалоб ничего не заносит, обещают и не делают. То есть разгильдяйство, безответственность, правовой нигилизм, полное вообще незнание, игнорирование законодательства. Поэтому, ваше честь, считаю, что туда ни меня и никого в принципе отправлять смысла не имеет, потому что это будет только препятствовать и расследованию, и рассмотрению дела в суде.